Приветствую вас. Смотрите, вы пишете, почему я влюбляюсь, да, парней, которых и которые, значит, со мной отношения уже прекратили. Как правило, происходит это из-за того или по причине того, что человек боится близости. То есть вы боитесь сближения, и то, что вам становится неприятно, когда мужчина, например, проявляет к вам интерес, ну, это на это указывает совершенно однозначно, на мой, по крайней мере, взгляд. Вот. Страх близости, как правило, связан исключительно с тем, что человек не чувствует себя в безопасности. То есть человек не ощущает себя в безопасности, а в отношениях, к примеру. Человек чувствует себя, ну, чувствует некую угрозу, когда он находится в отношении к кем-то и происходит соответственное сближение. С другой стороны, вам, ну, есть нечто, что вам нравится, к примеру, в мужчинах. И это что-то, что вам нравится в мужчинах, для вас становится значимым только после того, как снимается вот эта вот, ну, можно сказать, первичная угроза близости. Вот. Это первое. В основе страха близости лежат непроставленные четко личные границы, которые, конечно, можно и нужно проставлять. То есть недостаточное отделение на психологическом уровне себя от другого человека. Это страх, может быть, страх перед отстаиванием, допустим, своей точки зрения, своей, ну, своей позиции, своего мнения и так далее. И в основе этого, конечно же, лежит определенная неуверенность в себе. С другой стороны, вы можете подсознательно считать, просто вот подсознательно можете считать, что недостойны отношений. Ну, вот, просто недостойны отношения. Просто недостойны того, чтобы в этих отношениях, к примеру, находиться. Вот. Или недостойны того, чтобы, например, любить и быть любимой. Особенно, если для вас это имеет, прям, ну, достаточно важное значение. То есть, особенно, если вы, ну, условно говоря, если вы слишком сильно этого хотите, допустим. Вот. Ну, примерно так. В целом, то, что вы описываете, это достаточно поверхностная история, потому что у этого есть причина. И то, что я сейчас назвал какие-то, ну, общие, можно сказать, хрисоматийные, в некотором смысле, причины того, что вы испытываете, испытываете, не означает, что именно это является вашей настоящей проблемой. Хотя, неуверенность в себе и страх сближения, ну, это, возможно, слишком общая симптоматика, да, которую можно приписать, по сути, большому количеству людей, да. Вот. И тут просто, ну, важна именно индивидуализация. Важна именно индивидуализация. То есть, важно понимать, что именно с вами происходит, например. Вот. Всегда ли так у вас было? Я имею ввиду, всегда ли вы так себя, к примеру, ну, чувствовали, да. А, всегда ли вы, всегда ли вы так выстраивали отношения с мужчинами? Или ситуация была, ну, ранее иной? Что-то она была по-другому, ну, по-другому выглядела. Ну, вот. То есть, мне кажется, что этот момент, его нужно обязательно также раскрыть. Вот. В целом, в целом, мне кажется, что вот сам вопрос ваш, вот как вы его задаёте, да, почему? Мне кажется, что сам вопрос не является, ну, таким, знаете, скажем так, корректным. Вот. Потому что важно не то, почему так происходит, а важно то, зачем так происходит. Зачем вы так себя ведёте? Зачем вы, ну, вот, зачем вы делаете это? Что вами, что вас мотивирует так поступать? Вот. Вот это важно. Гораздо более важно, чем почему. Потому что почему это, ну, это просто сухие, сухие знания, они, как бы, пользы, да, ну, пользы вам не принесут никакой. А вот понимание, понимание, понимание зачем поступает вы так. Это уже более практическое, более практическое значение имеет, потому что вы можете это как-то использовать для себя, например. Вот. Вот так примерно можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что это было полезным. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.